Дорогие друзья, привет вам с берега Священной Ладоги! Одна из индийских традиционных школ хатха-йоги, в которой я занимался, это школа Свами Тхирендры Брахмачари. Я занимался в Дели, в дилийском юга-ашраме этой линии у Балму-Кунг-Сингха, прямого ученика Тхирендры Брахмачари. Особенность этой школы это динамические упражнения Сукшма и Стхула-Вьяямы, упражнения, которые разогревают мышцы и суставы перед практикой асан, а также воздействует на мармы, акупунктурные зоны 107 марм, описанные в ируидических трактатах. Часто в названиях Сукшма-Вьяям даже содержится название марм, на которое они воздействуют. На нашем Ладожском йога-ретрите 26-27 октября в том числе мы будем практиковать хатха-йогу в традиции этой школы. Приезжайте, на природе практика всегда идет мощнее. В йога-сутрах Патанджали есть много интересных и даже мистических моментов, про которые не все знают. Например, ямы и не ямы, предписание по поводу того, как эффективно вести себя, чтобы продвигаться в йоге и не накапливать негативную карму, содержит предписание свадхьяи, самопознание. Соблюдение каждой ямы и не ямы, согласно Патанджали, дает определенный плод. Какой же плод успеха в свадхьяи, в самопознании? Это узнавание своего Иштадеваты, своего избранного божества, с которым у человека уже установлена кармическая связь на протяжении, возможно, нескольких воплощений практики Бхакти-йоги. На нашем ладожском ретрите мы выполним йогани Друишта-девата, позволяющие получить из нашей подсознательной памяти информацию о том, связь с каким божеством или духовным символом уже установлено нами в прошлых воплощениях. Продолжение следует... Продолжение следует...